Добрый день, дорогие мои профессионалы и просто любители красоты! С вами художник пример Тинякина Светлана, прекрасный модель Альбина и в этом видео уроке объемный, высокий, красивый хвост. На средней самые распространенные волосы. Альбина стрижка каскадная, то есть чуть-чуть ступенчатая. И первое правило разговаривайте с клиентом, то есть обговаривайте высоту прически, хотите лицевые пряди убрать или оставить. И самое главное смотрите когда ваш клиентка показывает на вариант прически обращайте внимание высоту прически. Видите, высота прически равна высоте лба. Ребра, буквально у меня пальцы входят в ребра, то есть насколько глубина ребер там сильная. Точка расположения хвоста, также сразу уже вы должны понимать где будет располагаться хвост. При таком изначально подходе у вас клиентка будет спокойно себя чувствовать, потому что вы уже детали с ней обговорили. И еще раз демонстрирую, насколько длина все-таки не сильно длинная, короткая. Для того чтобы прическа делалась очень удобно, волосы приобрели такую текстуру как бы пластичности, соответственно я проработку делаю гофре. И еще не сказала, что волосы у Альбина натуральные. Натуральные, густые, хорошие, скользящие волосы. Такой стекловидный немножечко вид. И для того чтобы придать им рыхлость, текстура, чтобы в руках не скользила, а пряди у меня вытаскивались и стояли в руках, то есть удобно. В таком случае обязательно гофре. Вот советую вам гофре, потому что вы почувствуете разницу, как делать прически без гофре и с гофре. В данном случае у меня в руках самый мое любимый, наверное, часто используемый инструмент гофре. Это фирма Деваль. Мелкая платформа, широкая, поэтому очень близко я преподношу его к прикорневой части роста волос. И на нет схожу к середине пряди. Пряди желательно брать тонкие. В таком случае у вас будет хорошо волосы все-таки продавливаться и обрабатываться. Если волосы сами по себе очень тонкие и рыхлые, то, конечно же, нажим все-таки регулируйте. Если волосы толстые, то можно посильнее нажимать на гофре. Таким образом я обработала все полностью волосы. И следующий этап разделяю пробором от уха до уха через наивысшую точку макушки. Затылочную часть собираю сразу в хвост. Начинаю я собирать расческой и щеткой, потому что волосы все-таки густые и прям детально уже дорабатываю только расческой с хвостиком с мелкими зубьями, чтобы не было петушков, чтобы все идеально, чисто, красиво. Обязательно лаком брызгаем в таком случае из-под низу, чтобы лак шел. И фиксация. Фиксация на две невидимочки с резиночкой. Резинка самая обычная канцелярская. Когда подколола первую невидимку, я кулаком прижимаю ее, чтобы она не двигалась. И затем делаю уже обороты. Максимально много оборотов, чтобы резинка стала тугой. И фиксация на вторую невидимку уже идет. Затем выделяю п-образную зону зигзагом. И выделение происходит от излома брови. Височные зоны подкалывания мне не нужны, а работаю с самой п-образной теменной частью. То есть ее разделила на две части. И вторую часть поделила пополам. У меня центральный пробор образовался, в который пойдет как раз концы волос от хохолка. Крепление в этом месте будет. Подъем самого хохолка. На самом деле этот объем у разного типа волос по-разному можно делать. В данном случае волосы достаточно скользкие, тяжелые. Без накрутки я делаю, поэтому я буду использовать начес и пудру для того, чтобы все-таки задать хороший устойчивый объем. Я вам показывала в предыдущих своих уроках, как выполнять с накруткой данную зону, прорабатывать. Но сейчас покажу, что реально сделать и без накрутки, естественно. То есть все в ваших руках. Для этого прикорневой пудрой для объема я приподнимаю и затем начесываю буквально 2-3 см от корня плотно волос. Первую лицевую прядь все-таки меньше для того, чтобы была чистота в работе. Затем я снаружи чистоту создаю, счесываю весь начес аккуратненько и заглаживаю лаком. Если фиксируете, если электризация происходит, то, соответственно, фиксируете лаком издалека. Не надо заливать сильно и склеивать хохолок, иначе вы потом не добьетесь текстуры. То есть ребра будут вытаскиваться очень тяжело. А максимально расчесывайте, прочесывайте наружную часть. Можно расческой с вилочкой прочесать до глубины, чтобы начес у вас вроде остался, но тем не менее он был рыхлым. Затем закручиваю в полужгут и этот полужгут начинаю фиксировать на шпильку. Можно невидимкой, но не настолько жесткой должна быть первичная фиксация, чтобы вы смогли вытащить ребра. Достаточно шпилькой, то есть двух сторон, если у вас не держится одна шпилька, густота настолько сильная, вы фиксируете и после этого начинаем вытаскивать ребра. Самое главное правило в ребрах. То есть берете очень тонкую прядь волос, чтобы она была полупрозрачной, но тем не менее монолитной. То есть не было того, что вы только основание вытаскиваете, а середина у вас в ребре пустая. Нет, само ребро должно быть полностью наполнено волосами и поэтому аккуратно пальцами, подтягивая вытаскиваете, но не спешите сразу очень длинную длину вытаскивать, потому что в любом случае можно корректировать всегда ребра и первично сильно не надо задавать объем, так как впоследствии его сложно будет назад уже вернуть, а добавить всегда можно. Фиксацию делаю ребер и излом, и изгиб на палочки. Палочки это обычные спицы, вязальные только деревянные, самые тонкие покупайте. Удобно очень делать фиксацию и направление задавать ребрам, чтобы они не заваливались у вас. То есть первично я ставлю на такие палочки, ребра у меня прекрасно стоят. Если я сейчас использую лак, то это только шварцкоп голубой, ни в коем случае не жидкий. Не задаю сильную жесткую фиксацию, потому что еще будет все-таки моделирование этих ребер и конечный этап только после этого я фиксирую надежно. Если ребра у вас не настолько глубокие, то соответственно вы можете их фиксировать на шпильке. Первично тогда шпильки выдержат. В данном случае они достаточно у меня объемные, глубокие. Буквально я вам демонстрировала, что глубина пальца у меня туда входит и соответственно поэтому шпильку я не могу использовать. Шпилька просто не удержит такое ребро. Для чистоты ребер вы можете использовать спрей-воск. В данном случае я его даже не использую, девочки, если честно. То есть вот в данном варианте прически спрей-воск в руках не держала. Если у вас сложный пушистый волоск, непослушный, то соответственно спрей-воск задаст вам удобство в работе и чистоту. То есть когда вы поставили на ребра, то можете сверху побрызгать спрей-воском и до идеала довести каждое ребро, то есть задать ему максимальную частоту. И хотела бы еще сказать, что когда вы прорабатываете вот первую зону п-образного пробора лицевые пряди, клиентка может сказать, ого, как много. Вы знаете, но впоследствии этот объем очень красиво смотрится с дальнейшим вариантом объема прически. То есть хвост настолько будет красиво и объемный, что вот этот объем будет уже меркнуть по сравнению с ним. Поэтому всегда предупреждайте, что если вы хотите тот самый вариант, как на картинке, этот объем вот именно хохолка будет таким. Иначе просто не будет прическа настолько изящной, красиво и текстурно смотреться. После того, как меня полностью устраивает мой хохолок, я уже его подкалываю крест-накрест невидимкой. То есть окончательная фиксация идет. А чтобы жестче ребра стояли, я прохожусь жидким шварцкоповским лаком. Спиртовой быстро сохнет прекрасно. Поддувайте, брызгайте и поддувайте. И тогда ребра остаются фиксированы в такой стоячей красивой форме. Затем работаю со второй частью волос, которые я оставила и поделила на две части п-образного пробора. То все в том же самом варианте техники. То есть я заворачиваю в жгут. Жгут слабый, очень слабый, я бы сказала. То есть легкий намек на такой полужгут. И из него вытаскиваю два ребра, как продолжение моего хохолка они идут. Самое главное правило. Первично жгут подкалываю на шпильку, а затем перекалываю уже на невидимке. Справа и слева работаю параллельно. То есть с одной стороны я завернула в жгут остатки волос от п-образного пробора. Теперь я перехожу на противоположную сторону и выполняю все то же самое. То есть полужгут, видите, и вытаскиваю два ребра для объема. Красивое продолжение от хохолка. И, конечно, могу сказать, что насколько удобно этими палочками работать, потому что все-таки деревянное скольжение, деревянные палочки не дают. И поэтому вы без проблем подкалываете. Прядь остается вот в таком стоячем хорошем изгибе. И еще по поводу ребер. Ребра все-таки должны быть не прямые. Самое главное, ребер это S-образная форма. То есть когда вы делаете такую вот форму, то ребро смотрится изящно, красиво и плавно переходящий из одного ребра в другое. То есть волна такая. Ну и что я вам хочу сказать? Что лицевые пряди я первично не хотела оставлять. Поэтому я, в принципе, и п-образную зону отделила и все убрала. Когда я посмотрела, что хочу оставить. И так же вам может клиентка сказать. Сперва не хочет, а потом смотрит, а хочу. И вот в этот момент я начинаю вытаскивать все пушковые, такие тонкие, вне стрижки волосы. Короткие максимально. И не надо сильную густоту. Самое главное, видите, я прям буквально руками и даже не расческой, чтобы линия пробора не была четкая. Оставляю вот этот вот пушковый тонкий волос лицевых прядей. Это достаточно будет для красивого оформления легких воздушных локонов. Самое главное, не отворачивайте клиентку от зеркала в этот момент, когда работаете все-таки с лицевыми прядками, чтобы она видела этот объем, который вы делаете, и контролировала его, нравится, не нравится, говорила. Вы обратили внимание на руки? Я нанесла жидкий шелк от фирмы Estelle. Не перестаю все-таки говорить, что это самое такое, ну, как бы бюджетное средство, которое мне очень нравится. На протяжении уже, наверное, 10 лет, как оно появилось, я все-таки его периодически в руках держу. И если вы не хотите работать спреем-воском, то это все-таки средство в какой-то степени его заменяет. Не на 100%, но все равно вот загладить, до идеала довести, и волос не склеивает, не фиксирует он совершенно, но все-таки не жирнит, а вот пушковый образ волос подчищает. То есть на руки я нанесла, у меня липкость от лака исчезает, во-первых. Да, для тех, кто, например, жалуется, что прическу делаю, и потом пальцы просто слипаются. Вы можете побрызгать либо спрей-блеском, спрей-воском, или жидкий шелк нанести на пальцы, разотереть, и вот у вас липкость уходит от лака. Подтянула, завернула в жгут полностью височную зону, сделала текстуру, но текстура здесь уже ребер идет поменьше, чтобы не расширить. Очень хорошо смотрятся все-таки хвосты и прически, когда у вас зона висков подтянута. Подтянута вес вверх, это получается у вас максимально прическа, как струна натянута на макушечку, и идет такая коррекция формы лица очень хорошая. То есть, единственное, если у вас все-таки ушки торчащие, соответственно, эту зону нужно чуть-чуть подчесать начесом и призадать объем над ушком, и тогда у вас вот эта вот коррекция произойдет, то что ухо будет зрительно не так торчать, потому что прядь над ним гораздо шире, чем вот само ушко торчащее. Самое главное, объем на висках должен плавно переходить к объему на теменной зоне, тогда у вас будет прическа смотреться гармонично. А чтобы хвост был объемный, стоячий, я буду использовать валик, но валик не в том самом смысле, как самый обычный валик. То есть, объясняю, беру самый обычный валик-бублик, и от него отрезаю всего лишь кусок. Кусок этой сетки, которую буду одевать, как обычную самую резинку, и плотно-плотно приколю невидимками. Для чего я подкалываю свой валик и вот такую вот резинку? Для того, чтобы хвост все-таки имел стоячую форму, потому что даже несмотря на то, что вроде бы он сейчас смотрится, что стоит, то вы можете опустить, и видите, он заваливается, а нужна прям строго стоячая форма, тогда у вас объем красивый будет прям, объемный пучок хвост смотреться. Вот от этого мгновения зависит. Не забывайте, чтобы резиночка вот эта вот из сетки была в приподнятом таком красивом состоянии. Это задаст вам впоследствии форму прически красивую. Ну и, конечно, при фиксации всегда клиентов спрашивайте, невидимки не дошли ли до мозгов, потому что на самом деле такая зона болезненная, и не всегда комфортно, если невидимки где-то тянут за отдельные волоски. Перекалывайте, перекалывайте, чтобы прическа была комфортна клиенту. И окончательно еще раз фиксирую все ребра и чистоту жидким лаком от фирмы Шварцкоп. Затем работаю уже с хвостом. С хвостом самая главная работа какая? То есть вы делаете накрутку. Накрутку выполняю в данном случае на плойку Бэби Лист 32 мм. У меня диаметр, потому что, ну, меньше мне не надо совсем. Локонную стружку крупнее, естественно, это уже длина короткая, просто не возьмут щипцы, как бы, такую длину. Хвостик, как вы видите, ну, буквально сантиметров 15. Затем разбираю каждый локон при накрутке на тонкую текстуру. То есть самое главное в таком объемном хвостике – это разборка. То есть не оставляйте конкретно ваши завитки в таком жестком состоянии. Прочесываем, вытаскиваем и задаем такую текстуру легкой волны и легкого объема на тонких прядочках. Самое главное правило, если вам нужна вот как раз вот такая текстура, то, во-первых, обязательно добавляем прикорневой начес. Перед тем, как крутим пряди, то есть я выделила зону для накрутки, соответственно, начесала прикорневую зону очень плотно на пудру, фиксирующую пудру для объема, потому что мне нужна стоячая форма у прядочки, каждый. Поэтому плотный 2-3 см начес на пудру с фиксацией лака, и вот прядочка уже стоит перпендикулярно. Затем выполняю накрутку. Накрутку выполняю хаотично, но самое главное – крайние пряди, краевые, я накручиваю в сторону центра. Это самое главное, потому что впоследствии в разборке у вас хвост будет приобретать красивую форму за счет этого. Центральные пряди, если у вас есть, то вы накручиваете на самом деле на объем. Затем каждую прядочку я прочесываю, прочесываю с вилочкой и разъединяю. Разъединяю, то есть задаю воздух в пряди. Обязательно фиксирую лаком. Лаком близко не фиксируйте. Лак должен буквально прядь просто обволакивать. И, соответственно, для этого нужно брызгать им издалека, чтобы не утяжелить каждую прядь. Когда вы фиксируете лаком, то дуйте. Стоите в прямом смысле и поддуваете на прядь. Тогда она остается в таком вот приподнятом красивом состоянии. Чем тоньше вы берете пряди при накрутке, тем, соответственно, вам проще достигать вот этот воздух между каждой прядочкой. То есть, если у вас волосы редкие, берите все равно тонкие пряди. Вы легче зададите вот эту воздушность. Если волосы густые, вы также берите тонкие пряди. Но это займет кропотливая работа, время. Но зато у вас хвост не потеряет объем даже спустя время. Единственное по технике, вы можете каждый пробор выделять, накручивать, потом разбирать. И так попрядно делать. Либо полностью весь хвост изначально накрутить, а потом уже раскладывать попрядно каждую прядь, пробор, каждый пробор. От перестановки мест лагаемый, как говорится, не меняется. Поэтому, как вы будете делать сразу всю накрутку или попрядно каждого пробора, не играет роли. То есть, это ваше личное настроение, как вы хотите эту технику выполнять. Самая главная задача, что уберите пряди все-таки тонкие. Так, а теперь давайте разберемся, почему я не задавала текстурные пряди на затылочной зоне, а просто заглатила в гладкую форму. Потому что я не делаю пучок, я делаю хвост. Хвост это все-таки движущая часть прически. И, соответственно, если мы зададим текстуру на затылочной зоне, то она просто растрепится за счет того, что хвост будет ерзать об эти текстурные пряди. Если мне нужно все-таки, чтобы прическа сохранила свою форму на долгое время, поэтому я просто затылочную часть гладко залезала и зачистила лаком. Тем более, что я вам показываю такую прическу на достаточно короткий все-таки волос, согласитесь. Если волосы у вас будут подлиннее, техника выполнения не меняется. Только единственное, хвост у вас будет длиннее свисать. А все равно форма прически будет такой же красивой. И, в принципе, она гармонично смотрится с любой длиной волос. И вы видите, как красиво хвост приподнят по форме за счет того, что я подкалывала свой валик. Видите, помните, я говорила, что очень важно валик изначально направить в стоячую форму, чтобы хвост прям вот перпендикулярно голове стоял. Тогда у вас вот эта вот стоячая форма в дальнейшем приобретает вот такой вот стоячий хвост красивый. И попрядная тонкая разборка с прикорневым начесом, то есть дополняет уже вот этот объем. Поэтому самый главный, наверное, совет. Первично вы должны представлять, какую форму вы хотите сделать из данных волос, какая форма пойдет клиентке. И после этого вы начинаете уже в своей голове разрабатывать технологию, как же я этот объем с помощью каких средств могу достигнуть. Конечно, ведь сколько мастеров, столько и техник. То есть нет техники конкретно каждой прически. Каждый мастер эту технику, конкретную прическу может выполнять разными техниками. И моя задача на самом деле настолько научить вас плавно плавать в прическах, что клиент вам покажет, а вот эту хочу, да без проблем, а вот эту, да без проблем. Не важно, как она выполнена изначально, главное, вы понимаете, как вы ее сделаете. Для того, чтобы на темных волосах не было налета от лака, я брызгаю спреем-блеском от фирмы Estelle. Он прекрасно сдает такой рекламный блеск. И само основание валика я обмотала полностью своими волосами, а затем уже креплю украшение, чтобы прическа более нарядный вид имела. По поводу украшения не знаю, промолчать или нет, но на самом деле оденем висячие красивые сережки, и к этим сережкам шел браслет. Поэтому, собственно, браслет не на руку пошел, а в зону хвоста. Я думаю, он там уместнее, красивее и виднее будет намного. Тут я бы сказала, правильно, неправильно, неважно, главное красиво. И сверху полностью прическу зафиксировала опять жидким лаком. Жидкий лак дает жесткость, фундаментальность и окончательную фиксацию прически. К любой прическе, конечно же, нужен макияж. Макияж я выполняю в вечернем, таком красивом своем варианте. Готовый образ вы можете наблюдать, финальная его стадия. Понравился вам такой образ, идет не идет? Обязательно пишите свое мнение в комментариях. А в инстаграме я выкладываю все свои короткие видео уроки, поэтому, кто не подписался еще, добро пожаловать в мой инстаграм. Еще раз хочу показать, насколько высокая прическа. Высокая по сравнению с высотой лба. Насколько прическа прекрасно свою форму держит, так как я сжимаю, и она прекрасно будет держать свою форму на протяжении целого дня. Потому что хвост есть хвост. Что с ним будет? Он еще веселее, чуть-чуть растрепится, но все равно он сохранит свою форму. То есть прическа останется по форме в течение всего дня неизменной. И я думаю, вы согласитесь, это классика. Классика такой прически, потому что она подходит для любого случая и на любой возраст. И, наверное, самое главное, что для такого объема я не использовала все-таки дополнительные пряди волос. Это самое главное. Поэтому, дорогие мои, кто не подписался на мой канал, подписываемся. Смотрим новые видео уроки. С вами была художник-гример Динякин Светлана, прекрасная модель Альбина. Огромное спасибо всем за просмотр. Всем пока!